всем привет дорогие друзья здравствуй максим ты задал мне вопрос а как ты вот такие заставки делаешь в начале я так понимаю ты имел ввиду картинки вот эти которые я делаю заставках перед своими видео ну допустим часть 15 часть 16 там разные были части хорошо давай я объясню тебе постараюсь объяснить показать как это делается с помощью какой программы это делается давай посмотрим вот эта программа это vegas pro 10 я давно не пользуюсь довольно таки очень хорошая программа есть еще много различных разных программ я пользуюсь именно sony vegas немного сейчас начинаю чуть-чуть осваивать adobe after effects и давно как бы работаю с программой и на call studio 14 у меня 14 версия ну и соответственно 10 версия вот этой программы это sony vegas еще раз повторюсь так чтоб нам выбрать изображение заходим в эту папку заходим вот допустим ну кто-то может на рабочем столе хранить информацию я храню как обычно в этой части от компьютер выбираем выбираем диск на котором она хранится у меня извините конечно тут хаос такой был я привык как вот наша папка вот выбираем первый рисунок здесь внизу идут слои допустим это если просто картинка или видео без звука идет просто видеодорожка если это какое-то видео со звуком идет звуковая дорожка чуть ниже это мы потом уже попозже об этом поговорим пока сейчас частности у нас просто идет картинка здесь эта картинка уже подготовлена она сделана с разрешением соответствующим вот этому моему окну вот давай зайдем посмотрим я покажу тебе вот здесь по умолчанию здесь оно будет стоять у тебя допустим если у тебя квадратный монитор а я видел твои видео и по-моему у тебя квадратный монитор здесь ты можешь выбрать соотношение вот если у тебя как квадратный монитор 4 и 3 соотношения а тебе надо будет выбирать 16 и 9 будет оно такое на ну широкоформатное то есть одним словом будет широкоформатное видео либо картинка если задать надо разрешение этого экрана это делается вот с помощью вот этой кнопки нажимаешь и выбираю здесь вот можно выбрать любой формат любое разрешение здесь ну как видишь у меня выставлено разрешение вот допустим вот выбираешь допустим ты 1920 на 1080 29 кадров 29 97 кадров в секунду выбираешь и выставляешь здесь подтверждение и вот здесь если ты хочешь чтобы постоянно вот ты только открываешь эту программу чтобы она сразу стартовала с этого разрешения вот здесь ставишь начинать все новые проекты с этим с этими настройками здесь ставишь галочку и все подтверждение делаешь да вот у меня это разрешение стоит вот hd 1080 60 ip ну и так далее все подтверждение у меня как заранее было выставлено уже это все ну давай хорошо я покажу тебе вот выбираем разрешение ну лучше желательно да выбирать от 29 97 кадров в секунду но это соответственно практически 30 кадров в секунду это самое такое лояльное нормальное разрешение выбираем его ставим галочку здесь начинать все новые проекты с этим с этими настройками и подтверждаем так хорошо изначально эта картинка была выбрана в темном фоне в таком специально для того потому что сейчас я вам покажу почему так вставляем вот чтобы вставить видео дорожку новую просто на вот этой полу полосе видео дорожки на вот этой которая уже есть у нас когда мы перетащили сюда это видео она сразу появляется она открывается на вот этой дорожке правой кнопкой мыши открываешь это окно и первая строка вставить видео дорожку открывается вторая видео дорожка все видео которые ты хочешь чтоб основная картинка была у тебя это а все остальные будут уже как бы накладываться на нее сверху и это получается называется картинка в картинке это используют все и телевизионные каналы и многие многие все те кто занимается видео монтажом все используют вот такие вот спецэффекты теперь мы выбираем вот тоже у меня заранее подготовлено ну когда я выставлял эти все дорожки я понаходил эти картинки которые мне нужны были и вот эта картинка она идет на прозрачном фоне если ты задашься целью то без проблем найдешь скачаешь этих фотографий видео там ну точнее фотографии поскольку мы занимаемся картинкой картинка картинок этих очень много в интернете найдешь без проблем и автоматы и там любой тематики которые тебе надо будет нажимаешь на нее левым кликом и открыть вот она появляется в новом у нас видео отмена видишь вот она уже сразу само наложилось на нижний слой этой картинки чтобы уменьшить его размер нажимаешь на вот этот белый квадрат она идет уже тоже по умолчанию широкоформатно а вот даже извиняюсь нет она была не широкоформатно но тебе надо растянуть его чтобы оно было широкоформатно вот нажимаешь 16 и 9 и теперь вот наводишь стрелочку стрелочка вот туда идет и наводишь ее сюда на полоску появляется стрелочка вверх и вниз то есть ты можешь ее растягивать вот лишь уменьшать увеличивать как захочешь как тебе нужно будет в нашем случае ты уменьшаешь этот это снайперскую винтовку вот по размерам там уже сам определись а как тебе надо будет допустим я уменьшал вот такого размера делал брал за основу отталкивания рожок что становился у нас между буквами L сейчас в данном случае она чуть-чуть маленькая надо его увеличивать вот где-то до таких размеров теперь перемещаем даже еще надо чуть-чуть вот так вот вот так вот перемещаем на стол вот он становится ровно я беру приклад между ну чтоб эта картинка была то есть она не скакала у тебя одна такая другая такая вот сюда я отталкивался брал вот так вот делал рожок становится сюда приклад заканчивается по нашей цифре с этим разобрались а вот у нас вот стоит уже винтовка выставлена все как полоса теперь как ну точнее продолжаем дальше просто правым кликом на следующий от этой дорожки которую мы добавили вставить видео дорожку еще одну опять же таки заходим в эту папку и выбираем цифру 1 их тоже можешь найти там большое количество вот видите друзья края у нас обрезаны сразу ну получается разрешение у него 4 и 3 берем нажимаем на красный на белый квадрат на этот извините я чуть волнуюсь а потому что никогда честно говоря как бы так никому видео обзоры не делал по таким материалам так что чуть чуть могу ошибаться так что извините пожалуйста теперь выставляем здесь 16.9 так же самое чтобы оно полностью соответствовало нашему разрешению экрана так это сделали теперь опять же таки заходим сюда да да чтобы вырезать чтобы получилось у нас как вот у меня было на видео здесь есть еще функция сейчас я покажу ее какая это функция вот если ты вот сначала занимался ну получается предыдущий как я показывал просто здесь выбирал 16.9 здесь растягиваешь туда-сюда то есть еще здесь функция маска вот здесь ставишь галочку может конечно для тебя сразу изначально это будет тяжеловато но отпишись мне в комментариях спроси я постараюсь может там я поспешил потому что как бы для меня это уже просто для тебя будет я сам сталкивался поначалу с таким же с такими же вопросами с такими же тоже непонятками потому что люди которые давно этим занимаются для них это все очень просто они класс класс там быстро все показывают ты для начинающего тяжело сразу воспринять столько информации как бы я сам по себе помню что это как бы тяжеловато если будут какие-то вопросы просто не стесняйся задавай отписывайся так поставили здесь галочку появляются у нас вот инструменты вот этот инструмент верхняя стрелочка то есть ты можешь зажимать его двигать как угодно то есть это для того чтобы ты мог это делается просто вот ставишь его здесь и колесиком увеличиваешь увеличиваешь чтоб тебе видно было нормально как накладывать масло то есть влево вправо там точнее вверх вниз ты колесиком крутишь и выставляешь вот допустим мы выставили так вот нашу картинку увеличили теперь следующее следующее вот это у нас перо это чтобы вырезать на вот этой картинке вырезать единицу убрать вот эти лишние края нам чтобы смотрелось четко нормально эта единица в пламени у нас ну как бы так можно сказать и мы начинаем обводить контур так как бы мы хотели видеть эту единицу может ты захочешь ее полностью с этими краями я ж не знаю я выбирал делал так да вот еще один момент если вдруг допустим ты ошибся рука соскочила что-то пошло не так вот допустим исправить это придется придется правда все заново начинать но нажимаешь на вот это нижнее перо и нажимаешь вот здесь это все убирается ну правда придется заново начинать опять лучше стараться аккуратно не спешить обводить по контуру как нам бы этого хотелось то есть как мы видим эту цифру чтоб переключиться чтоб не ошибиться там не соскочило где-то это я ж ну просто переводите вот сюда наверх и нажимаете стрелочку на курсорчик на этом нажимаете левой кнопкой мыши и тянете вверх картинку изображения теперь опять же чтоб вернуться продолжить обводить ну накладывать маску на это изображение нажимаете на перо которое внизу располагается и самое главное здесь вот довести это перо не здесь начинать дальше контур обводить а навести на наш пунктирные линии чтоб вот появилась вот такое ну как бы треугольничек буквы L там кто как видит и нажимаешь на нее левым кликом появляются вот эти усики чтоб они убрались просто еще один раз левый клик нажимаешь оно все выравнивается и смело продолжаешь обводить дальше здесь ничего страшного можешь обрезать как угодно самое главное ну там точнее не получится не получится но самое главное не залезть до рамки этой картинки точнее и здесь когда соединяешь вот здесь тоже надо аккуратно чтоб оно не перескочило на вот эту потому что придется все переделать заново лучше можно отойти пускай там краешек срежется ну начать вот так вот пускай там кусочек срежется зато не придется переделать все изначально так давай ну давайте захватим вот это вот да когда доходишь до края ты не видишь как там у тебя дальше все это происходит опять же таки нажимаешь на вот этот на эту стрелочку левым кликом зажимаешь картинку перетягиваешь ее вниз и ты можешь спокойно продолжать работать нажимаем опять же таки после этих действий нажимаем перо нижнее подводим сюда появляется у нас вот такая стрелочка нажимаем на нее один раз ну левый клик и второй чтоб она выровнялась все было нормально и продолжаем укладывать маску вот подводим к концу и вот у нас маска готова здесь есть еще такие функции здесь переводим сюда и вот есть позитив вот позитив и негатив и обычно простое вот оно убирается здесь выбираешь позитив когда ты вырезаешь что такое фон выбираешь позитив негатив у нас получается вот так вот получается основная эта картинка а в ней тырка вот такая что мы вырезали вот эту вот маску наложили так что поэтому нам нужен позитив ну как бы выбрать эти функции на закрываем это окошко и по умолчании соответственно у нас посредине это находится как нам это сделать исправить эту ошибку допустим переместить эту сюда единицу пламени и уменьшить ее в размерах нажимаем на квадратик здесь ничего не трогаем здесь убираем нет точнее маску не убираем эту стрелочку нажимаем сюда на позицию появляется у нас опять эти обвод этого рисунка и опять же таки подводим стрелочку нашу сюда стрелка вверх стрелка вниз уменьшаем в размере до таких размеров как нам надо и перетягиваем ее выставляем как уже как душе угодно даже можно так выразить если видите вот она маловато чуть да увеличиваем ее чуть-чуть вот так чтоб она красиво эффектно вот выставили все картинка уже готова у нас да Максим теперь вот эта картинка у нас получилась и теперь как ее нам сохранить можно сохраняем мы ее с помощью вот этой вот клавиши сохранить стоп кадр нажимаем на нее и здесь открывается у тебя окно здесь можешь выбрать любой раздел твоих твоих дисков куда ты будешь сохранять вот допустим выбираем диск выбираем скрины изображение тоже можешь назвать как угодно точнее прописать название этого изображения как тебе будет удобно можешь написать можешь поставить цифрами определить его там один два как тебе будет удобно как ты сам захочешь его назвать или пронумеровать все делаем сохранение и вот ты видишь картинка у нас уже появилась вот как это можно проверить давайте зайдем вот наш диск F открываем вот наши скрины и готовая картинка вот она выглядит так хорошо дорогие друзья с вами был Динка Максим пиши если будут какие-то вопросы обращайся всегда рад помочь надеюсь вам понравилось хорошо Максим если будут какие-то вопросы обращайся буду рад всегда помочь все всем пока